Новые высокотехнологичные огнезащитные термостойкие ткани для ТЭК, средства индивидуальной защиты сельхозтехника, лекарственные препараты и субстанции для них, токарные станки, стройматериалы, деревянные игрушки, оптический кабель, становой прокат с полимерным покрытием. В импортозамещающем реестре регионального Минпромторга 75 уникальных продуктов из 14 отраслей, производимых и запланированных к выпуску. Все отражены в федеральных планах импортозамещения. Предприятия, которые у нас были включены в эти реестры, смогли воспользоваться рядом инструментов, которые были как раз направлены на привлечение кредитного ресурса, на субсидирование процентных ставок. О развитии импортозамещения в промышленности Прикамья говорили на заседании консультативного совета Краевого парламента. По словам заморуководителя профильного министерства, за три года 20 предприятий Прикамья привлекли полтора миллиарда рублей льготных займов из Федерального фонда развития промышленности. В очереди на получение займов еще 10 компаний. В прошлом году был создан и Краевой фонд. Сумма займов составила 64 миллиона рублей. Субсидирование НИОКР. Это один из новых инструментов. Пермские предприятия, Чайковский текстиль и навигатор нового машиностроения первыми в России воспользовались такой поддержкой. Им удалось субсидировать до 90% расходов на НИОКР по созданию новых продуктов. А это без малого 100 миллионов рублей. По мнению же председателя профильного комитета парламента, потенциал импортозамещения в промышленности отнюдь не реализован. Среди причин – низкая доступность кредитов, трудности со сбытом продукции в торговых сетях. Малоинформативен, в том числе относительно полного спектра мер господдержки, сайт регионального Минпромторга. Он содержит перечень мероприятий, обеспечивающих импортозамещение. Но конкретных цифр о том, что будет производиться такой-то продукт, объемы его производства вырастут с такой величины до такой, к сожалению, в таком виде плана нет. Кроме того, Федерация предписывала создать экспертный совет по импортозамещению, региональный экспертный совет. У нас он так же не создан, и его функции не переданы ни одному из существующих иных подобных каких-либо общественных советов. Обсуждая доклад, депутаты поинтересовались у замминистра, почему в нем не представлен малый бизнес. В ответ прозвучало, в структуре среднего и малого бизнеса региона 47% приходится на торговлю и только менее 9% на производственную сферу. Неделю назад открыли центр поддержки экспорта, и там на самом деле много производственных компаний, которые будут получать поддержку именно по выходу на новые рынки. К сожалению, мы потеряли год по линии федерального Минпромторгана на вхождение и в реестре планов импортозамещения и получение поддержки, из-за того, что были очень высокие рамки вхождения компаний по оборотам и по численности. По ряду отраслей нам удалось снизить эту планку и компанию завести, но, к сожалению, их не так много. По словам руководителя Краснокамского ремонтно-механического завода, благодаря программе импортозамещения, выпуск продукции на предприятии вырос в среднем на 30%. Однако полностью реализовать потенциал мешает консервативный подход к бизнесу в агропроме. Предложенная нами технология заготовки сенажа в пленку в целом способна принести отрасли миллиарды рублей дополнительного дохода в год, если говорить о нашем, по примеру, регионе. И сотни миллиардов рублей дополнительного дохода в животноводстве, если говорить о стране в целом. Процессу распространения технологий мешает его инновационность, то есть нежелание людей менять десятками лес, ложившуюся практику. Создание промкластеров в Прикамье также способствует развитию импортозамещения, считают власти. К технополису «Новый звездный», «Фотоники», «Фармкластеру» добавились сельхозмашиностроительные и композиты Прикамья. В последнем якорным стала НПО «Искра». Оно намерено в рамках дифферсификации уже в следующем году увеличить выпуск гражданской продукции до 60%. Объединение вот этого кластера как раз позволит уже под эгидой правительства, позволит нам как бы более широко занять рынок поставки продукции, как в Пермском крае, так и в целом в стране. И думаю, что это как раз в том числе вариант выхода на зарубежные рынки. На совете прозвучал вопрос и о перспективах сотрудничества Прикамских компаний с нефтегазовыми корпорациями. Основная задача привлечь заказы на предприятия, которые у нас работают, наши гастурбинные кооперации. И на сегодняшний момент у нас еще 12 новых компаний, которые сейчас заполняют все форумы и анкеты для «Газпрома». Они соответствуют тематике импортозамещения. Наша задача показать эти компании и убедить «Газпром», что необходимо с ними работать. С 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге пройдет Международный газовый форум. В нем примут участие 11 пермских компаний в составе единой делегации во главе с губернатором. По итогам совета Минпромторгу рекомендовано разместить на сайте развернутый план по импортозамещению и решить вопрос по созданию профильного краевого совета. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова